глава 15 супраментальное сознание определить супраментальное сознание в ментальных терминах довольно сложно ибо оно не ментально по определению не подчиняется всем нашим законам трёхмерного пространства и выходит за рамки его перспектив правда здесь может быть само слово вводит нас в заблуждение потому что супраментальное сознание это не вершина человеческого сознания но иное сознание мы можем попытаться описать это сознание различая два его аспект аспект сознания или виденье и аспект силы но опять же это означает оказаться в ментальной ловушке ибо эти два аспекта неразделимы сознание является силой она же есть варки и у sẽ кроме чего я перестала вince висок с 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 что эта психологическая словами повернув courtesy paradise and in a as a place in the position in a place и но и весь этот раз он произойдет в тире и поисок с висок с висок с висок с друзьями и честно разум нарезает маленькие фрагменты противопоставляя их друг другу над ментальный разум объединяет все в едином луче но лучше этот исходит из одной точки то есть над ментальный разум видит все со своей особой точки зрения такое видение является единым и всеобщим но при этом исключаются иные точки зрения или же происходит их ассимиляция супер ментальная или супер разум охватывает весь мир вещей и существ единым видением которое объединяет все лучи ничего не противоставляя друг другу но видит также и точку зрения каждой отдельно взятой вещи каждого существа каждой силы это видение полное и замкнутое которая берет свое начало не в какой-то особой точке а в мириадах точек a single innumerable лук единый взгляд из мириадов точек в синтезе йоги шри аурабинда отмечает супер ментальное существо видит мир иначе оно смотрит не сквозь дебри факт и феноменов силе минутного но сверху не извне и не по поверхности судя но изнутри из самой истины внутренней сути всякой вещи конец цитат поэтому нам ничего не понять по поводу супраментального если мы не будем постоянно помнить о том что это другое измерение но мы можем понять что это есть виденье самой мудрости потому что каждая вещь каждое существо любая сила на этой земле выражают некое особое абсолютное свойство более или менее точно часто совершенно извращенно но несмотря на все недостатки извращения каждая вещь подчиняется некоему внутреннему закону который побуждает и и стремится к этой главной и уникальной истине своего существа ведь даже каждый из листьев одного дерева по-своему уникален если бы в основе каждого из нас не было бы этой абсолютной и уникальной истины то мы попросту рассыпались бы именно поэтому мы так сильно привязаны к своей скудости и заблуждением мы чувствуем что за ними присутствует истина которая растет как говорил шри арабинда как бы защищенная этой самой скудостью и нашими заблуждениями если бы нам была дана вся истина сразу то мы бы превратили ее в гнома по собственному образу и подобию в данный момент истина не имеет никакого отношения к нашим мыслям или добрым делам хотя они могут быть стадиями на пути она зависит от широты нашего существа но рост совершается медленно и болезненно в одном из афоризмов шри арабинда пишет ошибки заблуждение преткновение кричат они как блистательны и прекрасны твои ошибки о господи твои заблуждения сохраняют истину живой владельцыAM и конец цитаты конец цитаты но разум который видит лишь наличие ствующую поверхность вещей хотел бы сгладить все острые углы очистить всё оставив лишь вакуум и свести мир к некой одну саду в небе разной благонамеренной и благовоспитанной истине он заключает это хорошо то плохо это друг а это враг возможно он хотел бы изъять из мира всех нацистов или например всех китайцев полагая что они представляют собой совершенно ненужную опасность и разум прав прав по определению потому что он создан таким он должен быть рассудительным еще потому что он стремится выразить некий ментальный или моральный абсолют который имеет свое место и назначение но ведь это вовсе не вся истина это лишь одна из возможных точек зрения здесь сопрем делает следующее примечание некоторые скажут что наша обособленность наш разум и наша мораль это инструменты необходимые для проживания в том мире каким он в настоящее время является и это действительно так наша обособленность вынуждена но как раз в этом и заключается причина того что мир не представляет собой единое целое нам только никогда не следует терять из виду то что это и не следует терять из виду то что мы должны заменить эти временные меры по словам шри арабинда стоп гэпс или буквально затычки и не следует терять из виду то что мы должны поменять из виду то что мы должны поменять из видений и некоторая сила конец примечания и так именно поэтому нам не дана сила если бы у нас была сила то мы бы самыми лучшими намерениями сотворили бы ужасный осень ещё раз установить тебя и внедрять из видов наших сил и некоторых окружающих в процессе отчасти но это не должен быть судьбой так судьба было закрывать в этой смерти когда он не забыла с силами но и есть ли не берете но мы должны об этом существует если мы все-таки можем управлять вот это и все будет явно то не разрушается но ведь это и в чitar на то зим vão а поскольку она видит все она обладает силой из первого автоматически следует второе наше бессилие это результат отсутствия надлежащего видения видеть видеть целиком полностью автоматически означает обладать силой но супраментальная сила не подчиняется ни нашей логике не морали она видит далеко в пространстве во времени она не пытается отсечь зло чтобы спасти добро и работает не прибегая к каким-то сиюминутным чудесам она высвобождает из зла то добро которое в нем есть и своей силы и светом приводит в согласие темную половину вещей с ее светоносной двойницей всегда первым признаком ее проникновения является некий кризис она подвергает тьму воздействию ее же собственного света она эволюционный фермент мощно стимулирующий процесс эволюции труды написанные шри ауробиндо хотя и являются ментальным выражением супраментальной деятельности дают нам практически пример этого глобального видения многое написанное им сбивает с толку потому что в его работах нет всех тех установок тех точек отсчета опоры которые делают мысль легко воспринимаемой но ведь быть доктринером так легко шри ауробинда исследует буквально все точки зрения с тем чтобы из каждой извлечь самую глубинную истину но никогда не навязывая свои точки зрения может быть потому что у него и и нет или он имеет их все просто он показывает что всякая истина является не полной сама по себе и указывает направление в котором ее можно расширить суперразум не противопоставляет как пишет в работе жизнь божественная шри ауробинда одну истину другой чтобы увидеть какая из них выстоит и уцелеет но дополняет одну истину другой в свете единой истины с большой буквы аспектами которой они все являются конец цитаты в синтезе йоги он говорит также о свете мысли которая несет в себе все свои противоположности это то что мать называют мыслить сферически говоря о шри ауробинда всегда чувствую что впадаешь в ужасный догматизм и умствование без сомнения из-за неадекватности нашего языка который сосредоточивается на какой-то одной точке и таким образом отпрасывает тени тогда как шри ауробинда охватывает все но вовсе не из-за какой-то терпимости в кавычках этого ментального суррогата единства но благодаря реальному видению которая поистине едино с каждой вещью и находится в сердце каждой вещи может быть это и есть само видение любви большой буквы это цельное видение является настолько реальным что для обладающего им изменяется даже внешний вид физического мира вернее он не меняется физический мир предстает таким каков он есть в действительности оптическая иллюзия разделения с которой мы обычно живем исчезает мы уже не воспринимаем палку сломанной все вновь обретает смысл мир является не таким как мы его видим далее следует достаточно большая цитата из работы в том числе шри ауробинда синтез йоги супраментальное чувство ничто не воспринимает как конечно оно базируется на ощущении всего в каждом и каждого во всем его определяющая способность не создает никаких стен ограничений это океаническое и эфирное чувство в котором всякое чувственное знание ощущения это волна движение брызг или капля которая все-таки является при этом средоточием океана и от океана неотделима словно неясный или банальный ординарный взгляд сменяется взором художника поэтому видением одухотворённым и возвышенным видением причастным виденью самого всевышнего божественного поэта и художника с большим букв видением которому он даровал всю полноту своей истины и своих помыслов как о всей вселенной так и о каждой вещи в ней в беспредельной напряженности все видимое предстает откровением великолепия и величия качества идеи форма цвета тогда кажется что само физическое зрение несет в себе дух и сознание которым доступен не только физический аспект объекта но его глубинная суть энергетическая вибрация свет сила и духовная субстанция из которой он создан и далее в то же время происходит тонкое изменение которое открывает видение в особого рода четвертом измерении видение характерной чертой которая является некое проникновение вовнутрь видение не только поверхности и внешней формы но и всего того что оживляет ее и простирается в тонком виде вокруг нее материальный объект предстает этому зрению чем-то отличным от того что мы видим сейчас не отдельным предметом на фоне или в окружении остальной природы они отделимой частью и даже в тонком смысле выражением единство всего что мы видим и это единство единство тождественности свечи единство дух ибо для супраментального видения материальный мир пространство и материальные объекты перестают быть материальными в том смысле в котором мы сейчас воспринимаем их то есть посредством свидетельство лишь наших ограниченных физических органов они предстают перед нами и видится нам как сам дух в образе самого себя и своей сознательной эманации конец цитаты глобальное видение цельное видение видение вечное время покорено если сознание над ментального разума видела широкие протяжения пространства и времени то супраментальном сознании полностью снимается троичность времени она связует друг с другом прошлое настоящее и будущее в их неделимой взаимосвязи в едином плане сознания конец цитаты all time is one body space a single book все время единое тело пространство единая книга строка из саветри сознание это уже не узкий затвор которому необходимо было быть таковым чтобы его не разорвало это великий великий спокойный взгляд с большой буквы подобно взгляду достигающему небес говорит ригведа обычное индивидуальное сознание подобно оси говорит мать и все вращается вокруг этой оси когда она смещается мы чувствуем себя потерянным как будто есть большая ось более или менее большая она может быть и совсем маленькая зафиксированная во времени и все вращается вокруг нее сознание может простираться более или менее далеко быть более или менее высоким более или менее сильным но она вращается вокруг этой оси для меня же нет больше никакой оси она исчезла улетучилась и теперь сознание может отправиться на север на юг на запад на восток она может перемещаться вперед назад куда угодно нет больше оси конец цитаты нам трудно представить себе видение такого универсального существа возможно со своей ментальной точки зрения мы полагаем что тотальное знание прошлого будущего и настоящего немедленно сведет на нет всю непредсказуемость существования но в этом случае мы неправомерно применяем к супра ментальному сознанию те черты и реакции которые относятся только к разуму супра ментальный способ видения переживания мира есть нечто совершенно иное супра ментальное сознание не устремляется в будущее с присущим нам страстью и в прошлом до сих пор поняли новые понятия профессионализма и восемь летный способ выставлять усовершенствование сколитевать условие умение просто и в Login любитую силу из этих существований и в сих пор merciful иische создания традиции под indictment и в этой силе он более великолепный и умение совершенства переставиться в связи с мере моменте мы или думаем о будущем лерея надежды или сожалеем о прошлом потому что настоящий момент никогда не бывает таким каким он должен быть ему всегда чего-то не хватает он ужасно пуст для супраментального сознания каждая вещь в любой момент является полностью тем чем она должна быть и такой как она должна быть это неизменное постоянное блаженство любая часть любой кадр великого космического фильма содержит все предыдущие картины да и все те что последует там нет недостатка ни в перспективах будущего не в памяти прошлого то блаженство которое в высшей степени широко и полно не имеет разрыва говорит ригвед это безусчербное блаженство говорит шри ауробинда и это также высшее совершенство пространство мы вечно стремимся к новым вещам и находимся в поисках новых объектов потому что всякой вещи не достает всех тех вещей которые не содержатся в ней наши объекты пусты как и наше мгновение тогда как супраментальное сознание ощущает в каждом объекте в каждой вещи с которой она непонятно проникается как и вне объекта в каждом объекте не ожидает если он не жалко прийти и форсии как у меня считается в том что он не может его не называть это просто просто нет то есть и возникает чувство вечно обновляющегося чудо которое появляется не неожиданно но приходит с постоянным открытием этой вечной бесконечности этого вневременного абсолюта в каждом объекте ограничено в пространстве в каждом мгновении ограниченным во времени это высшая полнота жизни наша конечная приходящая жизнь действительно очень бедна ужасно недостаточно нам приходится или отрекаться от приходящего чтобы найти вечность или пренебрегать нашей потребностью в бесконечном чтобы пережить конечное тогда как супраментальная полнота находит бесконечное в конечном и вне всевременное в приходящем она спонтанно проживает каждое мгновение каждый объект и тут же необъятность содержащую все мгновения все объекты это два одновременных способа переживания и видения одного и того же чтобы противостоять солнцевыеonda и в светлые поля не только как напоминает в непосредственность в том случае в вашем проживании содержание невыносимую ибо жизнь является недостаточной не только потому что объекты ее пусты а время раздроблено но и из за того что ей не хватает покоя и непоколебимости все религии и духовные учения возникли в результате этой основной потребности человека обрести неизменную основу большой букв убежище покоя не затрагиваемая всем этим хаосом неопределенностью страданиями мира нечто защищенное и всегда пребывающие вне его и вот в ходе наших исканий мы вырвались вдруг в грандиозное безмолвие безбрежность вне этого мира которую мы назвали богом абсолютом или нирваны слова не имеют никакого значения мы достигли великого освобождения это переживание самое главное в жизни это ее основа если мы хоть немного приближаемся к этому великому безмолвию большой букв все меняется появляется уверенность и покой безнадежно утопающий вдруг обретает топору скалу в жизни все шатко неопределенно лишь эта скала никогда нас не подведет потому то и что деньги можно только если есть вот этот если они живут в мире и дому��다 больших но если и начать на освобождение судовая лири агитарство у него появляется но не только в нирвандии как да нашел завершение в полноте этого мира агитарство у него вместе с днем в сагоге как возможности практической тайны истинной жизни разум и даже над ментальный разум наших пророков в своем роде необратимо связаны с противопоставлениями внутри единства если бог наверху то он не может быть внизу если это белое то она не может быть черным с украинтальным переживание все является сферичным это всегда да и нет в одно и то же время говорила мать два полюса каждой вещи постоянно соприкасаются внутри одного измерения тайное внутреннее пространство говорили риш и вед таким образом трансцендентное не находится где-то вне этого мира она здесь везде полностью внутри него и полностью вне него одновременно точно также супраментальное сознание полностью в мире и полностью вне мира она и в вечном безмолвии и в гуще всякой суеты она пребывает на непоколебимой скале и в то же время присутствует в бурлящем потоке именно поэтому она может поистине наслаждаться жизни и быть хозяином жизнь ведь если мы будем находиться только в гуще потока то мы не обретем ни покоя не господство нас будет швырять туда сюда как перышко приблизиться к пониманию того что собой представляет супраментальное переживание можно вернувшись к самым первым простым переживанием рассматриваемой йоги к самому ее началу мы поняли на самом деле довольно быстро что достаточно сделать сознательно шаг назад просто легкое движение внутрь себя как выходишь широкое пространство безмолвия как будто где-то в глубине нашего существа есть такая его часть которая вечно созерцает великую белизну вовне суета страдания проблемы но как только мы делаем легкое движение погружаясь во внутрь мы сразу же оказываемся вне всего или внутри на тысячи миль от этого всего и и ничто больше не беспокоит мы лежим на мягком снегу в конце концов это переживание становится настолько естественным что мы обретаем способность погружаться во внутрь или выходить наружу в гуще самой активной деятельности на улице во время спора за работой всего несколько секунд и более ничего не существует только улыбка когда мы начинаем понимать что такое покой с большой буквы мы обретаем неприступное убежище везде и при всех обстоятельствах и мы начинаем чувствовать все более и более ощутимо что это безмолвие находится не только внутри в нас но повсюду как будто она представляет собой основную глубинную субстанцию вселенной и каждая вещь выделяется на этом фоне исходит из него и к нему возвращается она подобно сладостному роднику сердце вещей бархатному покрову окутывающему все и оно не является пустым это безмолвие абсолютная полнота но полнота не имеющая в себе ничего или вернее содержащие сущность всего что вообще может быть как раз одно мгновение перед тем как она обретет существование его еще нет но она уже полностью здесь как песня которая вот-вот будет спета в нем или вне его чувствуешь себя как дома в необычной безопасности это первое отражение трансцедентного еще один шаг и мы попросту соскользнем в нирвану ничего больше не существует только это безмолвие но супер разуме уже нет переходов и порогов которые нужно пересекать там не переходишь от безмолвия к суете от внутреннего к внешнему от божественного к небожественному обе противоположности сливаются в едином переживании безмолвие вне всего и становление повсюду одно не исключает другого одно не может существовать без другого ведь если бы высшее безмолвие не содержало бы в себе противоположность безмолвие то она не было бы бесконечным а кроме того если бы это безмолвие не могло будучи абсолютно свободным быть полностью вне того что кажется его противоположностью то она была бы пленником своей противоположность царство божие и от мира сего и не от мира сего весь секрет в том чтобы соединить два переживания в одно бесконечное в вневременное в приходящем трансцендентное в эманентном тогда познаешь мир в действии и радость при любых обстоятельствах a still deep sea a still deep sea he loves in rolling waves universal is all transcendent none a still deep sea he loves in rolling waves in rolling waves спокойно глубокое море оно смеется в бегущих волнах всеобщее оно есть все трансцендентное ничто савитри супраментальное сознание воспроизводит мистерию великого спокойного света который возжелал однажды в кавычках извне времени взглянуть на себя во времени последовательного с несчетного числа сторон аспектов но оставаясь при этом единым и целым полностью оставаясь в самом себе в неком вечном мгновении единственная цель эволюции вновь обрести эту полноту сверху и до самого низа найти здесь на земле среди двойственности и самых острых противоречий высшее единство высшую бесконечность высшую радость ананду именно для того чтобы мы открыли эту тайну нас тянет вниз каждый раз когда мы совершаем шаг наверх а а Продолжение следует...